Медиагруппа «Авангард» представляет Сначала было соглашение. В середине 2018 года руководство банка принимает решение начать взаимодействие с системой «Госсопка», организовывается подразделение, корпоративный центр взаимодействия с системой «Госсопка», осуществляется подключение к системе «Госсопка» и, собственно, ведется обмен. Банк старается обеспечивать все требования законодательства в рамках обмена. Мы направляем сведения о вредоносной активности, которую фиксируем на нашем периметре. «Госсопка» в лице «Госсопка» информирует нас о вредоносной активности, которую они фиксируют на нашей карте адресного пространства. Соответственно, получая от них информацию, мы принимаем определенные экстренные меры и проводим проверочные мероприятия. убеждаемся в том, что с нашей стороны защита выстроена корректно и, соответственно, описываем в НКЦК и передаем информацию о том, почему то или иное сообщение с их стороны было триггером, срабатыванием. Потом доводим до них это и со своей стороны подтверждаем, что да, у нас определенная корректная защита стоит и она корректно настроена. Соответственно, я могу продемонстрировать, так скажем, вредоносную нагрузку, которую испытывает банк на своем периметре. Поскольку мы многофилиальный банк, мы разделили на головной офис и на региональный филиал нашу нагрузку и могу описать, что на головной офис у нас приходит 70% такой нагрузки, на региональную сеть 30%. На региональную сеть это в основном актуально вредоносное программное обеспечение, которое очень, так сказать, часто пересекается с социальной инженерией. Соответственно, головной офис в силу централизации в большей части наших ресурсов испытывает определенную нагрузку по попыткам внедрить некий вредоносный код, то есть SQL-инъекции, shell-инъекции, командные инъекции. Соответственно, вся эта информация в соответствующих форматах оформляется и на ежедневной основе переходит, направляется на ежедневной основе в СОПКУ. Более детально по угрозам, которые мы фиксируем, подавляющее большинство угроз, которые мы фиксируем, это вредоносное программное обеспечение и попытки нестанционирования доступа путем внедрения различного вредоносного кода. Примерная статистика за последние полгода. Поскольку мы позиционируем себя активным участником для обмена и предоставляем СОПКУ всю информацию, которую фиксируем на нашем периметре. Соответственно, если некая вредоносная активность не касается непосредственно наших ресурсов, мы очевидно знаем о том, что данная атака не пройдет на наших ресурсах, мы все равно оформляем все по форматам, направляем в СОПКУ, потому что считаем, что эта информация может быть использована для цели уведомления других участников системы ГОССОПКИ, обмена с ГОССОПКИ. Соответственно, вредоносное программное обеспечение с функцией шифровальщиков ежедневно фиксируется на нашем периметре такая активность, конкретно Trolldash. Особенность и сложность его фиксации заключается в том, что это уникальный IP-адресат правителей, это уникальный e-mail-адресат в каждом письме в рамках масштабной рассылки в течение дня. Это будет уникальный IP отправителя для каждого письма, уникальный e-mail, уникальная тема рассылки, уникальное вложение в каждой рассылке за счет высокого полиморфизма кода программного. Соответственно, поскольку не каждая организация может позволить себе средства, которые используют для своей защиты банк, материалы полной мере проанализированы в отношении каждого такого вложения отправляются в систему ГОССОПКО. Все это оформлено соответствующим образом. Мы надеемся, что ГОССОПКО соответствующим образом в своих интересах уведомляет иных участников в систему ГОССОПКО. Пример. Активность из российского региона наблюдалась в отношении нашего сайта. Использовались различные типы SQL-инъекций. В рамках мероприятия по анализу действий атакующих была собрана информация о том, что он является участником бот-сети определенной. Были собраны сведения вплоть до IP-адресов, входящих в данную бот-сеть в более 3000 станций. Соответственно, сведения были оформлены и переданы в систему ГОССОПКО. Параллельно сведения были собраны и направлены также в управление КА. Сейчас проводятся определенные мероприятия. То, с чем мы сталкиваемся в некоем роде случайно. В рамках проверки контрагента банка иностранного работник банка зашла на сайт. С сайта контрагента началась загрузка на первый взгляд вредоносного вложения. После определенного анализа было установлено, что с использованием определенной шилл-инъекции некая преступная группа взломала сайт нашего контрагента, выложила туда то вложение, которое ее интересует. Нами были проведены мероприятия по анализу этого вложения. Установлено, что это была реклама услуг преступной группировки из Пакистана, которая подобным образом свои действия рекламирует. Соответственно, информация тоже была собрана, оформлена, передана в систему Госсобка. В связи с тем, что контрагент это была иностранная организация, дальнейшее уже обеспечение взаимодействия с иностранным ЦЕРТом обеспечивала система Госсобка. Хотелось бы в этом контексте обозначить какие навыки в принципе необходимо развивать центром Госсобка, соком, который формируется на базе Госсобка, неким вот этим структурам, которые вроде и сок, вроде и Госсобка. Определенной границы здесь нет и рамок в ближайшее время думаю, не появится. Соответственно, мы видим необходимым развивать такие направления, как киберразведку, как проактивный поиск угроз, как поведенческий анализ, для того, чтобы в целом понимать, откуда нам ждать угрозу, видеть ее, понимать действия пользователей, подозрительные, анализировать эту информацию, для того, чтобы больше ориентироваться в целом в угрозах, которые нас окружают. В целом сама Госсобка с точки зрения банка она способна создать более предсказуемую систему в рамках Российской Федерации, систему безопасности построить. Собственно, мы на это тоже активно работаем и надеемся, что коллеги тоже в этом направлении будут активно работать. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok